Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Климат-контроль Олег Пеков в студии Ну а по другую сторону экрана на связи с нами ученый Журналист, пишущий о науке Константин Рангс Добрый день, здравствуйте, Константин Какие новости, какие события? Потому что я помню, что вот месяц где-то примерно назад Мы говорили об экспедиции российско-шведской в Арктику И целью этой экспедиции было изучение роста выбросов природного газа С морского дна в атмосферу Вот есть ли какие-то, может быть, свежие данные О итогах, результатах этой экспедиции? Ну позавчера вечером, 4 ноября Флагман научно-исследовательского флота России Академик Мстислав Келдыш Это тот самый, который снимался в фильме «Титаник» Он вернулся в порт Архангельск Таким образом, 40-суточная экспедиция комплексная была закончена Она организовывалась Тихоокеанским океанологическим институтом На Дальнем Востоке Дальневосточного отделения Академии наук Вместе с Институтом океанографии имени Шершова Стокгольмским университетом Поэтому она называется российско-шведская Хотя вообще там в составе ученые были из 10 стран Это включая еще и Норнегию, Нидерланды, Великобританию Италию, Францию, Бразилию, Китай, Литву и Финляндию То есть исследование было очень большое С применением самых современных технологий И, кстати, ученые очень благодарны Например, российской таможни И которая прогнала все вот эти вот инструменты очень быстро Чтобы ученые могли как можно быстрее И без всяких задержек уйти в море Ведь известно, что сейчас уже там начинается Совершенно такая нехорошая погода для морских исследований Так вот, в принципе, об этом уже, кстати, писала Гардиан Британская пресса и шведская Что исследование действительно показало Что вечная мерзлота на дне моря Лаптевых На дне Восточно-Сибирского моря Она разрушается Происходит массированное выделение природного газа метана Очень быстро Были обнаружены и задокументированы так называемые СИПы Это просто зоны, где газ идет настолько сильно Что вода в море как будто кипит Бурлит И что все это усиливается И усиливается очень сильно По сравнению с теми первыми результатами Которые были обнаружены еще более 12 лет тому назад То есть вроде бы не так много времени прошло А ситуация крайне, крайне, так скажем, неприятная Ну и надо заметить, что вот эти все данные Они очень хорошо коррелируют, связываются с результатами экспедиции На борту ледокола Polar Stern Эта экспедиция 15 месяцев дрейфовала на борту ледокола в Ледовитом океане Это тоже огромная международная экспедиция была И они как раз обнаружили, и те ученые, и эти В общем, все данные ложались, грубо говоря, на один стол И выяснилось, что действительно, да, ситуация очень печальная Арктика тает Выделяется очень много парниковых газов Вот метана в первую очередь А это способствует повышению общей температуры Пять выделяются газы В общем, короче говоря, ситуация мрачноват И на этом фоне становится понятно, что Когда говорят о необходимости что-то делать Сокращать наши выбросы И готовиться к последствиям всех вот этих вот Природных катавасий Это действительно, это не то, что вот сейчас вот мы поговорили И все, положили на дальнюю полку Нет И То есть можно сказать так Ситуация такая, что об этом надо думать Об этом будут думать И, кстати, вот хотелось бы отметить Совпадение или нет Но, по-моему, вчера президент России подписал указ Предполагающий, чтобы правительство России Придумало мета Меры сократить на 70% выбросы Ворониковых газов к 2030 году То есть, в общем, даже в такой топливно-ориентированной стране Как Россия уже тоже начинают говорить Даже в управленческих кругах О необходимости что-то делать Я уж не говорю про нашу Про Европейский союз Где надо прямо сказать Никто и не собирается останавливать усилия Даже в связи с пандемией ковид Не получается ли так, что она, может быть, даже еще и больше подстегивает Такие усилия Поскольку Ну, сейчас создаются благоприятные Ну, в кавычках Эти обстоятельства Поскольку останавливаются производства Самолеты не летают То есть, ну, меньше люди перемещаются по планете Используя также и транспорт Ну, про то, что перемещение людей Вот это вот Одной из причин Почему произошел такой резкий рывок Распространение этой инфекции Это действительно Любовь людей К перемещению К туризму И не всегда связанная с жизненной необходимостью Так сказать И сейчас как раз еще один очень важный момент Это быстрое перемещение Благодаря авиации И согласитесь Если бы человек, например, путешествовал из Японии в Европу На Судни, да Но это у него бы заняло Ну, так будем говорить Несколько недель И за это время болезнь уже бы как бы проявлялась Было бы к моменту прибытия в европейские воды Уже было бы точно известно Сколько людей на борту больных Или этих больных на борту Нет Когда же летит самолет То ведь мы уже сейчас знаем Что человек может быть разносчиком вирусов Но он себя чувствует абсолютно здоровым У него нет температуры Ничего Поэтому, да, об этом говорят Но тут же видите, какой еще важный момент Дело все в том, что ковид Он показал о том, что Мы должны каким-то образом Соотносить свои собственные интересы С интересами публики Окружающих нас людей И это же тоже очень аналогично тому Что, о чем говорят зеленые О стороне экологические Что мы, когда что-то потребляем Мы портим природу Мы способствуем повышению температур А из-за этого повышается уровень моря И далеко живущие люди Где-то там на берегах Они страдают от ураганов От затопления Гибнут То есть получается Ваш новый Так скажем Ваша новая игрушка Ваш новый смартфончик Это вот та лишняя капля Которая может переломить Спину климатическому верблюду Та лишняя салона Ну да Нужно сейчас вообще и ковид И вот это глобальное потепление Они требуют от человека Осознания, что он живет Не только сам для себя Вот этот индивидуум такой А что он является элементом Частицей в одной общей матрице Но это как раз вот любопытно Ведь очень сильно противоречит Я бы сказал Такой западной Индивидуалистической философии И как раз таки больше Соотносится с философией восточной Где всегда рассматривали человека Вот как винтик Часть какого-то большого механизма И каждый человек Как будто бы чувствует Свою ответственность Перед вышестоящим И нижестоящим В западной вот как-то философии Всегда ставилось на место Ну человек достаточно эгоистично Заявлял о своих нуждах О своих потребностях И как будто бы вот до сих пор Либеральное во всяком случае Вот такое крыло Все время отстаивает Это право вот человека Заявлять о своих правах И требованиях Ну кстати отмечу Что как раз Сейчас американские демократы Сторонники демократической партии Байдена Они-то как раз И максимально старались Соблюдать И социальную дистанцию В масках То есть надо сказать Что очевидно происходит Разрыв поколений Старшие поколения Для которых Капитализм Свободное предпринимательство Личные индивидуальные свободы Для них принципиально важно То что они имеют право Делать то что они хотят И думать именно О персоне О личности Но появляется новое поколение Которое хочет думать И видит себя Как составную часть Единого целого Вот И как раз Есть очень большое ощущение Такое что Америка как раз Прекрасный пример Того как разрывается Эта ткань Поколенческая Но это не только В Америке связано Возьмем соседнюю Белоруссию Там же тоже Посмотрите Это же поколенческий разрыв И когда Люди современные Так скажем Продвинутые Пренебрежительно Говорят об этих колхозниках Которые сидят И работают В этих колхозах Но точно так же Колхозники С той же самым Пренебрежением И презрением Относятся к этим Людям Которые Трактор запустить Не могут Картошку посадят Посадят неправильно А тут И умеют только Кнопки нажимать И происходит Разрыв Очень многих Ведь сейчас Никто не может Толком сказать Как вообще Эту ткань Шивать Очень интересно Сегодня Руководитель Интернет-издания Фонда Карнеги Господин Баунов Александр Баунов Написал В фейсбуке О том Что происходит Очень интересная Ситуация Связанная С поколениями Раньше Раньше А политики Судили люди Которые имели Высокое образование Они разбирались В Так скажем В экономике В политике В принципах Голосования Они читали Газеты Которые Готовили Главридоктора Профессиональные Специалисты Ведь Смотрите Еще Четверть века Назад Для того Чтобы получить Информацию Нужно было Купить газеты Да Или послушать Радио Или телевидение Вот существуют люди Которые берут Интервью Редактора Смотрят Это интервью Что было сказано Они решают Пускать этот материал Не пускать Этот материал Ситуация Что материал Выходит А потом говорят Ах боже мой Что мы сделали Бывало Но довольно редко Потому что существовало Вот это вот Как скажем Фильтр Который Определял Что Можно Говорить О чем Это Можно назвать Корректной информацией А что Полной билибердой Да Была пресса Которая писала Всякую ерунду Но она так и называлась Желтая пресса Свобода была Но Условно говоря То что писали В Таймс Это было Совершенно Не то Что писали Во всевозможных Бесконечных Станах Вечерних газетах Даже было Ведь понятие Вечерняя газета И утренняя газета То есть Старшее поколение Прекрасно помнит О том Что Насколько Это было важно Ведь до сих пор Люди Которым сейчас Под 80 Они говорят Вот это же было Написано в газете Да 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 Ничего не попишешь Или например Об этом сказали По телевидению Или по радио Предполагается Что человек Которого Введут В радио Но в студию Этот человек Уже как бы Прошел отбор Что здесь Сейчас получается И вот на это Господин Баунов Отмечает Что сейчас Не только Что каждый Может зайти В интернет И смотреть Что хочет Сейчас каждый Может писать Что хочет И вот этот Поток Писанины Которая Может быть Крайне Популярной Потому что Она что-то Цепляет В данный момент Она приводит К тому Что у старой Системы Вот эти Которые Выстраивались Демократически В расчете В том числе И на Систему Информации Общественной Она начинает Распадаться И у каждого Возрастной группы Социальной группы Появляются Какие-то Свои Общие Своя Информационная Среда Как вот сейчас Называют Это Пузырь Социальный Вот да Действительно Можно сказать Что у каждого Человека Есть свой Социальный Пузырь Который Он и обитает Но ему там комфортно Ему там комфортно Потому что он получает Ту информацию Которую он хочет Получить И она подтверждает Его Ну как бы Такой Мировоззренческий Устои Да Надо заметить Что и социальные Сети И поисковые Системы Они нам Всем дают То Что Мы хотим Ведь это же Можно подсказать Что в интернете Полно замечательных Историй Что стоило Человеку Поинтересоваться По просьбе Условно говоря Соседа Поинтересоваться О том Что какие Где можно Купить лопату И у него Через уже Через где-то Меньше Чем через час У него все Засыпано информацией Рекламой О самых лучших Современных А человек Сам никогда В руки Даже тяпку Не брал То есть Вот Это очень важный момент И в Европейском Союзе Сейчас Очень Поскольку это нас Напрямую касает Раз и говорят О том Что Мы должны Что-то Делать Но в том числе Мы должны Что-то делать Для модернизации Нашего Общества И одна из Форум модернизации Общества Это Так скажем Переход На новые Виды Энергии На новое Взаимоотношение С окружающей Средой А взаимоотношение С окружающей Средой Будет иметь Только тот Смысл Если мы Все вместе Это будем делать Если один из нас Сядет на велосипед И будет ездить По Риге Вот как утром Была чудесная Программа Да Говорили Вот сел один человек На велосипед И катается себе И ничего Никто про это Говорить не будет Сейчас говорят Где-то сколько 4,5% На велосипедах Есть И вот уже Появляются Может Те люди Которые За велосипеды И очень много Людей Особенно Которые ездят На машинах Которые Просто взбешены Потому что Откровенно говоря Велосипедисты Могут ехать С одной стороны Как и транспортное средство По дороге А потом Он может Скочить На пешеходный переход И превратиться В пешеход Кто они вообще Такие Как-то мы не очень Видим Что по тротуарам Носились байкеры Как вы Не относитесь К этим ребятам В косухах Да Вот Но байкеры Не мотаются Просто так По городу Лавируя Среди пешеходов А велосипедисты Сколько угодно Я еще не беру Даже вот этих На электроскоп Сегодня Да Сегодня как раз Возмущались И говорили Пусть тогда платят Транспортный налог Как мы платим Раз они пользуются В принципе Инфраструктурой Городской Ну вот Звучали такие Тоже мнения Возмущенные И возмущались Тем Что велосипедисты Не Их очень трудно Идентифицировать Часто случившись Ну Став Причиной Дорожно-транспортного Происшествия Они скрываются С места происшествия Потом их Ищи с вещей Столкнувшиеся Из-за велосипедиста Машины Вынуждены Их автоводители Выяснять отношения Между собой Тут получается Очень интересная вещь Тогда получается В автомашинах Нужно Обязательно Обязательно Ставить Видеорегистратор Вот вам Мы как говорится Мы все должны Контролировать Друг друга Одел шляпу А на шляпе Видеорегистратор Идешь по улице Сразу все Сканируешь Вот Если ничего не случилось К концу Дня Все начинает Записываться По новой Но Мы получаем Все что В условиях Такого Как скажем Свобод таких Возможных Ну кто может Запретить человеку Сейчас взять Электроскуль Никто И вот это Очень важный момент А получается Если ты сел В машину То ты У тебя куча Прав и обязанностей При этом Это может Для тебя Быть единственным Реальным вариантом Перемещаться Или кого-то Перевозить Да Но как только Ты встал На эту электрическую Игрушку У тебя уже Никаких Обязанностей Нету А вот Прав у тебя Становится Великое множество То есть Главное право Ехать как хочу Куда хочу Так и верчу Да И вот это Очень важный момент То есть Нужно каким-то образом Найти баланс В обществе Один из вариантов Как раз наоборот Загнать все машины В узкие рамки Чтобы была езда На машине Только езда По суровой необходимости И желательно Вне города Вне черты города Ну да А все остальные Извольте кататься На велосипедах И на электроскутах Тем более Как бы у нас идет Глобальное потепление Снежные и зимы Маловероятны Вот уж Условно говоря Всех пересаживают Другое дело Ведь то Что далеко Не все люди В состоянии Ездить на велосипеде Или например На электроскутере Или там На этом На чем угодно Ну мы понимаем Да 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 Во-первых У нас общество стареет В Риге уже по-моему Четверть населения Пенсионного Либо предпенсионного Возраст Раз Второе У нас есть люди Инвалиды А как с их правами быть Так ведь А У нас есть Люди Которые просто По каким-то другим Физическим параметрам Не могут Пользоваться Этой технике И в конечном счете У нас не самая Лучшая погода Мы живем Не в Калифорнии Например Да Или где-нибудь На Ближнем Востоке Где у нас И в январе В общем-то Довольно тепло И сухо А если идет дождь То это можно Переждать То есть Понимаете У нас ситуация Не та И те молодые люди Которым плевать В какую погоду Кататься У которые Прекрасно Здоровые Которые Которые Не боятся Того же Ковида Потому что Ну день-два Поболели И все Я слышал Своими ушами Как-то фразу О том Что Ну и что Типа День-два Вот я от гриппа Дольше мог валяться Чем от этого Ковида А уж Типа Тому Кому Суждено Ласт Склинить То значит И так Вот оно Это еще один разлом Между теми Кто Как говорится Здоровый Крепкий И все ему хорошо Молодой По крайней мере И теми Кого он сам Уже Записал Что это Балласт Общий Да И кстати Это пример Того Ответственности Человека Или человек Чувствует себя Ответственным За то Что он делает Перед другими Он может заразить Других людей Или он Эгоистично Живет как Хочет И считает Что это Его право Вот в том то и дело Поэтому в Европейском Союзе Очень боятся Развития Вот этой самой Тенденции И идея Индивидуализма Уже прям Скажем Совершенно Не превалирующая Она кстати Сейчас больше В Восточной Европе И в России Более так Расцветает Там все время Возмущаются Я Тварь ли я Дрожащая Либо правая Имею Это вечный А вот В Европе Особенно В Западной Европе Как раз Все больше И больше Идет разговоров О том Что мы Должны Научиться Жить Коллективно Объединяться И принимать Решения В интересах Самых Широких Групп Населения Не забывая Никого Вот это Очень важный Момент И вот Недавно Пуфально На минувшей Недели У Сула Фондерляйен И другие Деятели Евросоюза Как раз Намекнули Что даже Вот эти Сложности С которыми Сейчас Сталкивается Евросоюз В связи с Демии Ковида То Это не означает Что будут Ослабляться Усилия В плане Вот этой Зеленой Сделки Переориентации Европейского Союза На новые Так скажем На новую Путь развития Не только Дело в электричестве У нас просто Есть Звонок Я попрошу Может быть Да Нашего слушателя Задать вопрос Если есть таковы Или комментарии Здравствуйте Добрый день А вот Господин Рамс Вы В своем Перечислить Категории людей Вышли еще одну Молодые Женщины Физически Очень Нормальные Могут кататься И на скутере И на самокате А у нее Двойня родилась Ее надо отвезти В поликлинику Эту двойню На чем Хотя Сегодня в Риге Очень много Людей Но мне кажется Они так как-то Бешабашно Все поступают Возят На спине В рюкзаке Чуть постарше Стоит взрослый На самокате А впереди Мальчишка Лет там 7-8 И вот Мне кажется Это не совсем верно Где-то ямка Где-то что-то И что потом А насчет коллектива А мы все знакомы С этим Колхоз Был коллектив Оно так и называлось Коллективное хозяйство И знаем Как работать С них надо И что было И в институте ездили И с заводом ездили Удачи вам Спасибо за вашу Очень интересную передачу Спасибо Спасибо Ну Кстати Я просто Действительно Есть очень много людей Женщины Действительно Особенно возьмем Так Беременные женщины Да Она Даже ни на чем Не едет Она пешком идет Вот кстати На том же самом В той же самой Западной Европе Есть это Ну типа Это не назовешь Игрушки Тренажер такой Который мужчина Может надеть на себя И походить Почувствовав себя В положении На восьмом месяце Или на девятом Вот В Финляндии Я один раз попробовал Надо сказать Кошмарная вещь Спина отваливается Просто Тяжело идти И мы там тоже Вели эфир Там разговоры Шли Это было 20 лет назад О том Что можно сделать Для беременной женщины Получается С одной стороны Что Нам для того Чтобы В нашей старости Жить уютно Спокойно Чтобы были деньги На наше Медицинское Обслуживание Чтобы старость Это была бы Временем Такой прекрасной Осени Да Вот Для этого Нужны деньги Для этого Нужно Чтобы были молодые люди Которые бы работали Для этого Нужны деньги Дети А для того Чтобы были дети Нужно создать условия Иногда же говорят так Мы вот лишних денег дадим Они пусть там Размножаются Но От денег Люди как-то Не очень размножаются Они размножаются Тогда Когда у них Есть уверенность В завтрашнем дне Что они этих детей Поднимут И вот Тут очень важный момент Женщина должна Чувствовать Свою поддержку Она должна Чувствовать Что она Спокойна А когда Она движется И сама Бедолага Должна Уворачиваться От этих Вот Скутеристов Велосипедистов То в этом случае Уже трудно Говорить Понимаете Еще одна Какая интересная Есть вещь Она очень печальная Но она Существует Я помню Что допустим 40-50 лет Назад А что я видел Те же самые Западные газеты Публиковали Страшные фотографии Видео были С места Катастроф Потом Потихонечку Возникла Мода Все это Закрывать Вы Заметьте В нашем Современном Обществе Куда-то Исчезла Вот так Угроза Жизни У нас Никто Не будет Показывать По телевизору Допустим Расстрелянного В упор Человек Это все Замазано Но это же Касается Не только Терроризма Давайте посмотрим А что же Происходит С людьми Которые Например Могут Быть Сбиты У моего Друга В Хельсинки Была сбита Жена Прямо в центре Города Велосипедистам Вид был Страшный Но ведь Понимаете Это же Вещь какая Очень легко Обсуждать Пока ты сам Не сталкивался С трагедией Да Каким-то образом И современное Общество Это минус Большой Как-то стараемся И людей Запузырить Что ничего Нет на свете Страшного Кстати Очень многих Расстраивает Все разговоры О ковиде Потому что Нарушает Их Душевный Покой Они Не хотят Думать О том Что они Могут Заболеть Задыхаться Что все Их планы Съездить На Бали Или что-то Еще Полетать На том На сем Могут Быть Прекращены В течении Пяти Суток Ну вот Этот Душевный Конфорт Я кстати Вспоминаю Знаменитую Фотографию Бегущей Голой Девочки Вьетнамской После Напалма Во Вьетнамской Деревне Обращали Внимание На то Что сейчас Эта фотография Вряд ли бы Смогла Появиться Потому что Ее бы Посчитали Ну там Детской Порнографией Слишком жестокой Там По ряду Критериев А В свое Время Ведь Именно по-моему Чуть ли не Эта фотография Остановила Войну Во Вьетнаме Ну во всяком Случа Она Развернула Общественное Мнение Очень сильно Повлияла И Запустила Какие-то Вот Процессы Которые В итоге Все-таки Привели К Прекращению Конфликта Конечно Это известное Фото И надо Интересно В то время Они вызвали Сильнейший Эмоциональный Шок В обществе И люди Действительно Задумались О том Что происходит Сейчас В наше Так скажем Гораздо более Такое Вегетарианское Время Стали обсуждать Что А вот здесь Неправильно Было снято А вот тут Вот Как говорится Не та жертва Вот Обстоятельства Вот Разные Да Придумываются То есть Типа того Что Вот нам Нужно выяснить Подноготную А потихоньку Вот Само Эффект Трагедии Он куда-то Уходит Вы заметили Что очень популярно Сейчас стало Обсуждать Детали Что там Произошло В деталях И Само Понятие Трагедии Того Эмоционального Шока Который Переживают Люди В момент Трагедии И после Он Растворяется Вот в этом Самом Обсусоливании Детали Это очень Тоже Интересная Ситуация О которой Сейчас Говорят Потому что Когда вы Разбираете Какую-нибудь Трагедию Да любую На детали То За этой Деталью Вот сам Факт Гибели Человека Он Пропадает Но Я что Хочу Сказать Я хочу Сказать Что Как раз В развитии Слов Нашего Уважаемого Радиослушателя Ведь Коллектив Это же Не только Колхоз Посмотрите Если Ту же Самую Швецию Или Еще более Яркий Пример Финляндия Я не буду Даже Говорить Про Дальний Восток Там Другая Цивилизация Где-то 31 год Тому Назад Сейчас Уже Мне пришлось Работать С группой Японских Специалистов И они Нам Показывали Свои Фотографии Как они Работают Один Из Приехавших Людей Это был Владелец Кубной Компании Человек В возрасте И там Были Фотографии Когда он Был Тоже Вот в Этой Медицинской Бас Нас Очень Удивило То есть Мы Понимали Почему Маска На рабочих Он был Среди Рабочих Но На нем Тоже Была Маска И он Объяснял Вот это 31 год Назад Что маску Нужно Носить Тогда Когда Ты Можешь Быть Источником Болезни Это Самая Тогда Самая Нужна И был Наш вопрос О том Что А вы Что Больной Миллионер На работу Пошел Ответ Был Очень Простой Нет Ну как Я могу Требовать У своих Рабочих Ходить В маске Если Я Хожу Без Маски Вот это Тоже Очень Важный Момент Да Он Капиталист Он Владеет Как он Говорит Я управляю Большими Суммами Но Это Ничего Не Значит Я Не Управляю Вирусами Это Очень Важный Момент И Главное Что Когда Он Работает И Общается Со Своими Рабочими Он На Одной Планке Именно Поэтому Японцы Стоило Посмотреть Маск Ничего Их Как говорится Не убывает А это Может выйти Человек Из банка И президент Компании Человек Миллиардер Это Может выйти Служащий Они Все равно Будут В этих Самых Масках Потому Что Так Положено Для Общества У нас Еще Один Звонок Наверное Уже Последний Здравствуйте Пожалуйста Добрый день Замечание Вопрос Вы сказали Вегетарианское Но Наверное Через Дефис Время Вегетарианское Ледоедское Да И вопрос У меня Такой Обобщающий Но узконаправленный Вот С каких пор Вдруг стало Что большинство Априори Неправо То есть Позвонил Слушатель Который Сейчас Стал много Говорить Такого Такого Значит Большинство Сейчас Выборы В Америке Чуть качнется В сторону Большинства Будет избран Один У нас Наши То есть Всегда Решают Большинством Или Это Производное Что Вот у нас Текст Меньшинство То есть Большинство Вот вы Упорно Избегаете Я вот Внимательно Слушаю вас Вы всегда Очень логичны И вас Всегда Интересно Слушать Вы слово Большинство Не назвали Ни разу Это что Большинство Уже Еще раз Повторю Априори Неправо Потому что Большинство Почему С ног на голову Все перевернули Когда это Случилось Спасибо Ну Я могу Даже сказать Примерно Когда все Это начало Переворачиваться 70-е годы 68-й Даже Если говорить Уж прямо Вот точку Такую вот Многие называют 68-й год Убийство Мартина Лютера Кинга И ну Вот Начало Детей цветов Вот именно Вот эти все События Как Какая-то Такая отправная Точка Современных Всех Ну если Да Слушатель Сказал Очень интересную Вещу О том Что И важную Что Сейчас Происходит Любопытная Ситуация Большинство Если оно Молчит То оно Как бы Уходит В сторону Его Как бы Получается Можно Не рассматривать Например Представьте себе Вообще Россия По одному поводу Может высказаться 200 тысяч Киловер Это абсолютное Меньшинство Это один Из 700 Но Говорить Буду В средствах Массовой информации Где Увести Где угодно Именно Про эти 200 тысяч Киловер А не Про оставшиеся И это Это касается Любой Современной Страны Потому что Действительно Сложилась Такая Точка Зрения Что Демократия Это не Защита Прав Большинства Как это Воспринимает Как раз Старшее Поколение С чего Мы Сегодня Начали Разговор А что Демократия Это защита Прав Меньшинств Но Отсюда Получается Удивительная Вещь Тот Кто Проиграл Выборы Получает Определенное Право Как бы За ним Принимается Моральное Право Начать Выступать Против Результатов Этих Выбор И это Вещь Которой Мы Сталкиваемся Повсеместно Раньше Это Происходило В Так Скажем В странах Третьего мира Развивающихся В Восточной Европе Сегодня Мы Видим Этот же Вопрос Который Встал Ребром В Соединенных Штатах Но Надо Заметить Что Ведь Точно Такое Мы Увидим И в Европе И в Западной Европе История С Брекситом Это Вообще Потрясающая Вещь Когда Начали В какой-то Момент Времени Стали Говорить О том Что Нужно Слушать Мнение Как раз Противников Брексит Потому Что Они Развитей Умнее Тоньше Это Кстати Вот Эти Вот Объяснения Они Тоже Присутствуют Почему Мы Должны Слушать Мнение Меньшинства Потому Что Меньшинство Переживает Да А то Что Большинство Сидит Тихо Спокойно По домам Потому Что Они Сходили Проголосовали И молчат Это Уже Как бы Неинтересно И вот Я действительно Хочу Уже Закругляюсь Сказать Что Сейчас Как ни Странно Очень Интересно Что Произойдет Не только В Соединенных Штатах Америки Вот По поводу Их выборов Это их дело Но это Будет Очень Интересная Реакция Внутри Европейского Союза Где Сейчас Пытаются Очень Лихорадочно Пытаются Найти Новые Какие-то Пути Взаимодействия Между Обществом И властью Сегодня В Евронюз Программе Было Интервью С бывшим Премьер-министром Италии Где Этот вопрос Был Артикулирован Произнесен Совершенно Четко У нас В Европе Есть Проблема С Функционированием Демократии Вот Мне кажется Что это Важный Момент И То Что мы Говорим О климате Об изменении Климата И как следствие Всевозможных Экологических Движения И Так скажем Изменения У нас Все Из одной И той же Корзины Нам нужно Понять Как нам Жить В этом Самом Ближайшем Горе Константин Рангс И программа Климат-контроль До новых встреч До следующей Пятницы Большое спасибо До свидания До свидания Продолжение следует